Одно из самых опасных вирусных заболеваний – корь. Передается воздушно-капельным путем. Инкубационный период болезни составляет от 7 дней до 21. Все зависит от иммунной системы организма. Раньше считалось, что кори подвержены только дети, но вирус постоянно меняется, мутирует, и сейчас взрослые тоже могут пострадать от данной инфекции. При этом у них болезнь будет протекать тяжелее, чем у детей, хотя и у них симптомы крайне тяжелы. Классическая кори начинается остро, с высокого поднятия температуры до 38-39 градусов. Респираторными явлениями может проявляться конъюнктивитом. И, конечно же, это сыпь, которая характерна, особенности свои имеет. Появляется она поэтапно на теле и также поэтапно уходит. Всемирная организация здравоохранения поставила задачу к 2020 году избавиться от кори на территории Российской Федерации. И все получилось бы. Да вот только стало появляться все больше людей, которые отказываются от прививок. Как следствие, с 2010 года в Европе происходят постоянные вспышки заболевания. Появилась информация о том, что на Украине ситуация схожа. Да и в городах России все чаще стали выявлять корь. В Рязани, в общем, ситуация стабильная. В этом году были два заболевших, но все они заразились на территории других городов, в частности, Владимира. В течение 72 часов пациентам и их родственникам сделали прививки, что и дало положительный результат. К сожалению, другой профилактики против этой болезни просто не существует. Национальный календарь прививок определяет людей и возрастные группы для обязательной иммунизации против кори. Это дети полутора лет и шести лет, то есть получают две прививки. И далее, поскольку со временем иммунитет утрачен был, и начали болеть более старшие возрастные группы, в национальный календарь были введены лица до 35 лет. И в последние два года, с 2016 года, вот третий год, в национальный календарь включены лица до 55 лет. В основном это люди с определенным видом деятельности. Врачи, учителя, транспортные, торговые работники, представители сферы обслуживания. Также, если предстоит поездка в Европу, в качестве рекомендации врачи настоятельно советуют сделать прививку от кори. Конечно, нет гарантии, что болезнь не настигнет тех, кто прошел иммунизацию. Но протекать она будет легче, а самое главное, не будет осложнений летального исхода. Кори – это вирус, да, вирусом вызываемая инфекция. И, конечно, вирус способен поражать как сердечно-сосудистую, так и нервную систему. Поэтому самое сложное осложнение кори – это энцефалиты, менинг-энцефалиты. Конечно, это летальные исходы могут быть у непривитых лиц. В Рязани 95% населения прошли вакцинацию от кори. И, как говорят специалисты, при этом появился коллективный иммунитет. Поэтому даже когда в регион приезжают заболевшие, вирус не распространяется. Мария Рудай, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Продолжение следует...